Слова из Библии. Книга Бытие, 50 глава, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Рассказ «Украденные подарки». До праздника Рождества Христова оставалось три дня. Все девять детей в семье Васильевых ожидали этого события с большим нетерпением. И хотя родители постарались спрятать коробку с подарками подальше от любопытных детских глаз, те уже знали, каждого из них ожидает редкое лакомство. Настоящий свежий апельсин и маленькая пачка магазинного печенья. Васильевы жили небогато. Как известно, многодетных семье расходов всегда много. В этот далекий северный поселок Павел с Марией переселились для миссионерской работы более десяти лет назад, уехав из своего южного городка на берегу моря. Несмотря на множество трудностей и испытаний, за эти годы здесь образовалась небольшая церковь из местных жителей. Около тридцати человек. Собирались пока в большом доме одного из уверовавших, а недавно начали строительство молитвенного дома. Но, как известно, при успехе благовестия обычно усиливается противление врага душ человеческих. И все-таки там, где смиренно переносят трудности, Бог являет свои чудеса. В пятницу вечером семья Васильевых приготовилась идти на предпраздничное христианское собрание. Пятилетнюю Таню и трехлетнюю Олечку решено было оставить дома. После недавно перенесенного гриппа они были еще слабы. Малышки оставались под присмотром зимы. Так звали собаку неизвестной породы, которая однажды в разгар суровой зимы поскреблась в дверях дома и сразу же была принята, накормлена. Да так и осталось здесь жить. Вид у зимы был устрашающий. Большая, черная, как ночь, с крупными зубами и огненными глазами. Казалось, она сейчас бросится на кого-нибудь и растерзает на куски. Но это была только видимость. Характер у зимы был мягкий, миролюбивый. Рассердить ее было просто невозможно. И она с неизменным радушием принимала в дом всех незнакомцев. Да, сразу видно, что живет в христианской семье. Часто одобрительно посмеивались гости, без всякого опасения поглядывая на добрую собаку. Перед уходом Мария напоила остающихся дома малышек Таню с Олечкой слегка подслащенным чаем. Варенье у них уже закончилось. Да и другие запасы поистащились. Но Мария с Павлом, как прежде, молитвенно уповали на Божью помощь, которая никогда не опаздывала. Вот и совсем недавно Господь сотворил очередное чудо. Неделю назад приехал к ним гость, привезший как раз девять апельсинов и девять маленьких магазинных пачек печенья, из которых они и приготовили рождественские подарки для детей. Напившись чаю, Таня с Олечкой легли в постель, а все остальные ушли на христианское собрание. Малышки стали уже засыпать, но вдруг услышали, как входная дверь опять открылась, повеяло холодом и раздались громкие голоса. «Мамочка, вы уже вернулись?» сонно спросила Таня. Но тут в комнату ворвались двое бородатых мужчин. Увидев лежащих в постели детей, один из них, спленув на пол, с досадой воскликнул. «А я-то думал, что вся семейка ушла в церковь!» «Да какая тебе разница?» «Эта малышня нам все равно не помешает. Лучше поскорее займемся делом», нервно возразил другой. Совершенно не обращая внимания на испуганных детей, бандиты начали переворачивать все вещи, видимо, искали ценностей. «Эх, да тут вообще нет никакой капусты!» Так бандиты называют деньги. Наконец расстроенно проговорил первый. «Ни одного рубля не нашел!» «Да такого быть не может!» «Я уверен, что этих религиозников снабжают и за границей!» Откликнулся второй. «Нет! Здесь точно где-то есть баксы! Давай поищем как следует!» Они перешли в другую комнату. А в это время Таня и Олечка поднялись из постели и, склонившись на колени, начали просить у Бога помощи. Войдя во вторую комнату, воры замерли на месте от страха. Они увидели перед собой огромную черную собаку с горящими, как угли, глазами. Но тут они заметили, что собака добродушно вильнула хвостом и, по-видимому, совершенно не собирается нападать на них. Тогда они, все-таки опасливо поглядывая на зиму, продолжили свое злое занятие. Однако и в этой комнате не оказалось ничего ценного для них. Поиски были напрасными. «Ну и беднота!» Выругавшись, разочарованно воскликнул первый бандит, а затем со злостью, взглянув на своего товарища, передразнил его. А еще говорил, «Баксами пахнет!» «Да ну тебя в баню!» «Давай-ка уходим отсюда, да побыстрее!» «Постой!» «Здесь, кажется, что-то есть!» Вдруг обрадованно сообщил тот. Он выдвинул из-под кровати большую коробку. Открыв ее, бандит достал небольшой прозрачный кулек, красиво украшенный красной атласной ленточкой, в котором был один небольшой апельсин и маленькая пачка печенья. «Посмотри хорошенько! Может быть, там еще что-то есть!» Разочарованно повелел ему первый. Тщательно исследовав содержимое коробки, тот ответил, «Нет, здесь только кулекки с апельсинами. Наверное, это подарки для детей к празднику». «Ладно, прихватим хоть эту коробку», с досадой сказал первый. «И все, все, уходим!» Пробираясь к выходу, через первую комнату воры увидели там склоненных на колени девочек. «Что это с ними?» Удивленно спросил второй. «А ты не понимаешь, что ли?» «Молятся они!» Недовольно взглянув на него, ответил первый. И, подтолкнув товарища, поторопил его. «Давай, давай, уходим!» «А то подзалетим сейчас ни за что, ни про что!» «Эх, зря только рисковали!» Бандиты скрылись за дверью, а малышки, дрожа от пережитого, с нетерпением стали поджидать возвращения своих родных. Когда семья Васильевых пришла домой, Таня с Олечкой подробно рассказали им обо всем, что случилось. Павел с Марией были очень рады, что бандиты не причинили никакого вреда их оставшимся дома дочерям. Конечно, все дети сильно огорчились от того, что непрошенные гости украли их драгоценные подарки. Но отец сказал им, «Ничего, не огорчайтесь, лучше давайте поблагодарим Бога за то, что не случилось ничего худшего!» После общей молитвы дети расстроенно спросили, «Как же так? Значит, мы теперь останемся на праздник совсем без подарков?» Тогда отец спросил их, «Дети, а вы верите в то, что Бог все-таки может послать вам подарки? Давид, самый старший из детей, с сомнением ответил, «Да разве Бог успеет? Послезавтра праздник!» «Нет, наверное, мы уже ничего не получим!» Однако другие дети начали возражать, «Нет, а мы верим, мы верим, что Бог обязательно нам поможет!» И самая младшая Оленька заявила, «И Иисус нас очень любит! Я знаю, что Он опять пришлет нам подарки апельсины и печеница, потому что мне очень хочется их попробовать!» И она даже закрыла глаза, стараясь представить себе эти лакомства и давно забытый вкус апельсинов. Рано утром в день Рождества Христова в дверь дома семьи Васильевых кто-то громко постучал, «Ну вот, наверное, это нам подарки принесли!» Радостно воскликнула только что проснувшаяся Оленька. «Я же говорила вам, что Иисус нас не забудет!» Оказалось, что приехали два близких друга Павла, живущие на юге. Они очень радовались, что смогли добраться к ним вовремя. Путь был не близкий, а дорога нелегкой. «Мы привезли вам подарки!» Сразу сообщили гости, весело поглядывая на детей. «Вы привезли апельсины?» уверенно спросила Оленька. «Да, точно, апельсины!» Удивленно посмотрев на нее, в один голос ответили они и тоже спросили. «Маленькая, а как же ты догадалась?» Выяснилось, что друзья привезли 55 крупных апельсинов, то есть по 5 штук на каждого члена семьи, включая родителей. Когда подарки были розданы, Оленька деловито спросила гостей. «А печенье где? Разве вы не привезли печенье?» «О, простите нас, об этом мы не подумали», с сожалением ответили они. «Ну ничего, значит Иисус пришлет нам печенье только немножко попозже», успокоила их Оленька. Взрослые улыбнулись, а мама сказала, «Оленька, печенье будет у нас к следующему празднику». «Нет, и к этому празднику тоже будет», уверенно воскликнула Оленька. После завтрака они все вместе отправились на праздничное собрание. У входа в дом, где проходило богослужение, их с нетерпением поджидал Семен, недавно уверовавший молодой брат. Он тут же вручил Васильевам огромную коробку и сказал, «Это вам подарок». Затем он пояснил, «Понимаете, на стройке, где я работаю, за последний месяц нам выдали заработную плату не деньгами, а несколькими коробками печенья, и я решил одну из них подарить вам». Все были просто потрясены. Больше всех была довольно Оленька, которая еще раз убедилась в том, что Иисус никогда не опаздывает. А вкусными лакомствами дети наслаждались почти целый месяц. Прошел год, но в семье Васильевых часто вспоминали о том необыкновенном событии. И вновь приближался очередной рождественский праздник. До него оставался всего один день. Вечером, после семейной молитвы, все готовились к ночному сну. И в это время в дверь кто-то громко постучал. Открыв ее, Павел увидел перед собой незнакомого молодого мужчину, который держал в руках очень большой чемодан. Вид у него был взволнованный. Поздоровавшись, Павел спросил, «А вы к кому?» Незнакомец растерянно молчал, и Павел пригласил, «Да вы входите в дом, ведь на улице очень холодно». «Ах, вряд ли вы пригласили бы меня в свой дом, если бы знали, кто я такой», мрачно ответил тот. Павел удивленно посмотрел на него, ожидая продолжения, и тогда мужчина на одном дыхании проговорил, «Я тот самый человек, который год назад вместе со своим другом ворвался ваш дом, чтобы обокрасть вас». «А так это были вы», спокойно ответил Павел, и опять приветливо повторил, «Да входите же в дом». Незнакомец наконец вошел, и оставив в прихожей чемодан, пошел за Павлом, робко оглядываясь по сторонам. «А у нас оказывается гость, как хорошо», выглянув из кухни, с улыбкой сказала Мария, приветливо поздоровавшись с незнакомцем. Но тот без всякого предисловия решительно объявил ей, «О, не спешите радоваться! Я негодяй! Год назад мы с моим другом хотели обворовать вас!» «Ах, вот как!» удивленно воскликнула Мария, и тут же, придвинув к нему стул, вежливо пригласила, «Да вы садитесь, пожалуйста, сейчас я чай приготовлю!» От их громких голосов подняла голову дремлющая зима. Увидев незнакомца, собака поднялась и, лениво зевнув, добродушно завиляла хвостом. «Да что вы за люди такие?» изумленно произнес незнакомец и добавил, «Я даже не знаю, как мне себя с вами вести, да и собака ваша прямо вам подстать!» «Неужели вы не понимаете, что я тот самый преступник, который мог бы сделать вам большое зло?» Но тут, услышав голоса, в комнату один за другим прибежали и дети. «О, дядя, дядя, а я вас знаю!» сказала, увидев незнакомца Таня. «Вы к нам уже приходили в прошлом году с другим сердитым дядей, который очень сильно кричал. Мы с Олечкой тогда очень сильно испугались. Но потом мы помолились и успокоились. «Только очень жалко, что вы забрали наши подарки?» «Ну не переживайте, Бог потом послал нам еще больше апельсинов и целую большую коробку печенья!» Гость не успел ничего сказать, как Оленька спросила его. «Дядя, а как вас зовут?» «Андрей!» Совсем растерявшись, ответил необычный гость и тут же умоляюще попросил Павла. «Пожалуйста, очень прошу вас, попросите детей выйти, мне нужно поговорить с вами и вашей женой наедине». После того, как по просьбе родителей все детки вышли из комнаты, Андрей взволнованно начал говорить, «Хочу рассказать вам обо всем откровенно. Год назад мы с моим другом были здесь проездом. Узнав о том, что в поселке живет семья миссионеров, мы были уверены в том, что обязательно найдем у них ценности. Я слышал, что таких миссионеров снабжают и за границей, но войдя в дом, мы были поражены тем, что у вас вообще нет никаких ценностей. И потому с досады мы забрали детские подарки. После этой неудачной кражи в вашем доме мы с другом серьезно поссорились и расстались. Но с тех пор я никак не могу найти себе покоя. Совесть измучила за то, что украли детские подарки. К тому же ясно было, что вы не из богатеньких. А еще я не могу забыть ваших двух малышек, молящихся на коленях, и эту вашу большую добрую собаку. Голос Андрея дрогнул, но он продолжил. Понимаете, у меня ведь мать тоже была верующей, только своей непутевой жизнью я ее раньше времени в могилу свел. Ну, в общем, замучился я, вспоминая вас, прямо хоть вешайся, потому вот и решил приехать, признаться во всем. Простите вы меня, люди добрые, если конечно можете. Простите ради Христа. Андрей тихо заплакал, вытирая рукавом тулупа слезы и под солба. Да вы снимите свой тулуп, у нас ведь очень тепло, сочувственно предложил Павел. Андрей благодарно кивнул и с трудом стянул себя верхнюю одежду, которую Мария тут же отнесла на вешалку. А насчет прощения не переживайте, мы вас еще тогда сразу простили, объяснил Павел, и до сих пор всей семьей молимся о вас и о вашем друге. Спасибо вам за это, сказал Андрей. Может быть, по молитвам моей матери, да и по вашим молитвам тоже. Бог меня еще и милует до сих пор. Друг то мой, с которым мы расстались, погиб уже бедолага, а меня вот под лица еще земля носит. Видно было, что ему нелегко говорить и что он старательно пытается проглотить комок в горле. С трудом справившись с этим делом, Андрей продолжил. Только вы не подумайте, что я продолжаю всем этим заниматься. С воровством уже навсегда завязал, это точно. И с выпивкой тоже. Вот курева только никак не могу оставить. Он вопросительно взглянул на Павла, который ответил ему. Хорошо, Андрей, что вы решили так поступить, но никто из нас не способен побеждать зло самостоятельно. Все равно будет поражение. Если не в одном, так в другом. Без Бога освободиться от греха мы не можем. А как же тогда быть? Нахмурившись озадаченно спросил гость. Эту неразрешимую для нас проблему смог решить Иисус Христос. Вот для этого он и родился, чтобы своей смертью на кресте заплатить за все наши грехи и за ваши тоже. А Бог сможет простить меня за то, что я украл детские подарки? С нетерпением, почти шепотом снова спросил Андрей. «Да, наш Господь Иисус Христос не только прощает вину за все грехи, но и освобождает нас от их власти», ответил Павел. «А если хотите, то вы можете попросить его об этом прямо сейчас, и мы поддержим вас в молитве». Андрей быстро кивнул головой и поднялся. Вместе с Павлом и Марией он склонился на колени и со слезами произнес «Господи, если можешь, прости меня за все мои злодеяния и помоги мне стать таким, помоги мне стать таким, как эти люди, которых я обворовал». После молитвы Андрей некоторое время не мог ничего произнести от сильного волнения, но затем, глядя на радостные лица хозяев, сказал «Спасибо принял и простил». «Слава Богу! Может быть, вы поужинаете с нами?» приветливо улыбаясь, предложила Мария. «Нет, нет, спасибо, мне уже нужно уходить», взглянув на часы, ответил Андрей. «Через два часа отходит мой поезд, а еще до станции нужно добираться на автобусе». «Но сначала я хотел бы оставить вам кое-что». Гость принес из прихожей чемодан и открыл его. Приятное благоухание наполнило всю комнату. «Это что, апельсины?» изумленно спросила хозяйка дома. «Да, апельсины и еще печенье», с радостью ответил Андрей, выгружая из чемодана подарки, которых было так много, что Павлу и Марии пришлось помогать ему в этом деле. В чемодане оказались также конфеты, шоколад и другие продукты. «Ну вот, поздравляю вас с праздником Рождества Христова», прощаясь с хозяевами, торжественно сказал Андрей. «Спасибо вам, мы тоже поздравляем вас с этим чудесным праздником», ответил Павел. «Ведь если бы Иисус не родился и не умер за нас, то не было бы этого чудесного праздника победы над грехом». «Да, теперь это и мой праздник», светло улыбнувшись произнес гость. «И тут огромная зима, подойдя к Андрею, в этот раз не только завиляла своим хвостом, но и дружески облизала ему руку, как бы одобряя его только что принятое решение». «По вере вашей будет вам», сказал Господь нам прямо. Довериться его словам он дал спасенным право, постигнет в жизни лебеда, с ним не страшны потери, являет чудо Бог всегда тому, кто твердо верит. Он сам сквозь бури проведет, разрушив все преграды. От нас Господь лишь веры ждет, нам только верить надо. «По Христе мир душе обрести поспеши, да свободу лишь Он тем, кто связан грехом. Ты немало блуждал и все счастье искал. Всюду тьма, а не свет, без Христа счастья нет. Друг утомленным в пути мира душе не найти. Если Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Друг утомленным в пути мира душе не найти. Если Христа ты замедлишь принять, можешь навек опоздать. Вдруг души чистота для тебя у Христа, чтоб ты счастье познал, Он жестоко страдал, уклоняйся от зла, и не бойся Христа, направляй в ссор свой ввысь, вечной правды держись. Друг утомленным в пути мир во Христе обрети, верой Христа не замедли принять, вечное счастье познать. Друг утомленным в пути мир во Христе обрети, верой Христа не замедли принять, вечное счастье познать. Верой Христа не замедли принять, вечное счастье познать.